Так, ну, тогда начинаем. Сергей Крисов закладываем как одной команды писать полсотни пряжей в разных средствах. Из сих заметок возникнет труд моей жизни, немладрик под названием «50 лет поэзии». Что есть полвека, мгновение, момент. Да, кстати, Люцих, полвека поэзии, на мой взгляд, звучит поэтичнее, чем 50 лет. Не возражаю, Регис. Наконец-то хоть что-то конструктивное. Андрей Саповский, «Ведьмак, башня ласточки», цитата. Мне пришлось привести эту стату, потому что, удивительно, но несколько человек мне говорили, что как будто бы слово полсотни здесь сотни совсем подходят. Но кто я такой, чтобы отказываться от предложения бессмертного вампира Региса, великому Трубадуру Лючику, в предложении слова «полвека». Ну, я думаю, что полсотни – это где-то так же близко. Всем привет, меня зовут Сергей Кольцов. Я больше не буду делать отсылок к «Ведьмаку» в этом докладе. Кто-то уже разочаровался. Следующим сделаем. Да, и давайте немножко обо мне. Я в группе команды флат-разработки в Яндекс.Такси. Если точнее в Яндекс.Про. В целом в Яндексе я шесть лет. Из них я четыре года в этой команде. И из этих четырех лет я два года в команде мобильной платформы. Чуть попозже я расскажу, что это за платформа. Что такое Яндекс.Про? Поднимите руку, кто знает, что такое Яндекс.Про? Ага, супер. Я рад, что вы это знаете. Значит, мы… Ну, вряд ли вы тот, кто пользуется этим приложением. Сейчас поймете, почему те, кто не знает. Но, значит, мы делаем свою работу как разработчики. Это приложение хорошо и рассказываем о нас. Яндекс.Про, для тех, кто не знает, это приложение для водителей, курьеров, всех родов исполнителей, которые, собственно, выполняют заказы, которые вы делаете через Яндекс.Го. И для нас, как для разработчиков, это приложение примечательно тем, что оно полностью написано на флаттере. Да, мы на флаттер-треке, поэтому об этом и поговорим. И давайте я начну, собственно, с постановки, о чем будет доклад. Вот приведя такую стату. Откладка кода в двое сложнее, чем его написание. Поэтому, если вы пишете код настолько умно, насколько это возможно, то вы по определению не можете этот код отлаживать достаточно качественно. Эта цитата применима… Ну, вы наверняка ее слышали или, может быть, сознательно понимали. Эта цитата применима как к одному конкретному разработчику, который пишет код, так и к команде, которая разрабатывает какой-то сервис или приложение. И в нашем случае наш проект достаточно большой и сложный. И мы применили некоторые шаги к тому, чтобы эту сложность как-то контролировать и компенсировать. И вот я постараюсь рассказать о том, какие шаги мы предпринимаем. Чтобы вот эту, я какую-то абстрактную сложность сейчас называю, чтобы ее как-то оформить, чтобы вы поняли, о какой сложности я говорю, давайте посмотрим на историю Коляна. Был разработчик, андроид-разработчик Колян, который начал писать приложение таксометра. И он разрабатывал, все нормально. Потом появились первые пользователи. Ему пришлось сделать релизную сборку. То есть у него появилась сборка, на которую он разрабатывает, и сборка, на которую он отдает пользователям. Потом появились тестировщики, сказали, что нам нужно тестировать приложение на тестовом окружении, но при этом, чтобы сборка была релизная, поэтому появился дебаг, релиз, тестинг, продакшн. Потом бизнес такой, о, кстати, у нас же есть не только андроид-пользователи, и что, а йоз-пользователи. Давайте-ка мы и под йоз-приложение разработываем. И вот уже появилось два приложения, Коля и Диман, как вы видите, появился, и они начали разрабатывать уже отдельные два полноценных приложения. Дальше. Бизнес такой, ага, мы уже достаточно большие, нам нужно еще какие-то области занимать, чтобы денег больше зарабатывать. Если раньше мы были в райтехе, теперь можно идти в фудтех, фимтех, еще какие-нибудь техи, и у каждого из этих направлений есть свои исполнители. А у этих исполнителей, особенность в том, что их, то, как они работают, оно кардинально отличается между разных направлений. И, соответственно, уже в одном приложении это как-то усложновато все запихать, не инфами же все обмазывают. И Коля с Диманом начинают писать отдельные приложения под каждого исполнителя, и мы помним, что у нас там дебагг или есть про тестинг, и опрос Android. А потом появляется ситуация, когда у нас приложение начинает требовать некоторых расширенных возможностей, какие я имею в виду. Разные сторы. HMS, GMS, то есть поддержка разных сервисов разных сторов. Экспериментальная сборка, которая вкладывается в отдельный канал в сторах. И Коля с Диманом, собственно, зашиваются во всем этом. И давайте посмотрим, сколько приложений у них получилось. Если мы возьмем, что у них две платформы, три каких-то бизнеса и три таргета. Таргеты – это как раз те каналы, в которые мы распространяемся. В итоге все эти параметры перемножаются друг на друга, и получается 18 приложений нужно писать, и это без учета Testing Pro Debug Release. Это как, да, вот у нас, в нашем случае, это вот так выглядит. И знаете, в том меме, у нас было 4 флэйвора, 6 направлений бизнеса, еще 3 флэйвора под отдельных бизнеса, и 3 экспериментальных флэйвора, еще под две платформы. Я только сейчас придумал, что это так можно сделать. Вот, в итоге получилось те самые 50-полсотни приложений, ну, на самом деле их даже чуть больше. Вот, в нашем случае, в случае ядных спроб. Но у нас вот этих трех шагов, последних, не было. Мы их как бы избежали. Как мы это сделали, об этом как раз будет рассказ. Давайте поможем, вот, Коляну с Диманом тоже разобраться с этими шагами. И сразу вопрос. Что было вот на этом шаге, кто помнит? Можете выкликнуть. Там были отдельные флэйворы? Да. Это отдельные приложения для разных бизнесов, для разных направлений. Все так. И здесь поговорим про структуру того, как мы это реализовывали в Яндекс.Про. Но для начала придется рассказать немножко историю. Изначально Яндекс.Про – это приложение таксометра. Оно так называлось Яндекс.Таксометра. Потому что оно было только для исполнителей, для таксистов. И, ну, собственно, вот один какой-то блок драйвера у нас был. Потом бизнес стал превращаться в вот такую структуру. То есть это курьеры, это, ну, сами таксисты, это энерджайзеры, это люди, которые заряжают самокаты и так далее. Там еще несколько разных исполнителей. Но технически приложение выглядело вот так. То есть это большое приложение для таксистов, которое очень долго разрабатывалось. И туда начали вкрапляться вот эти какие-то кусочки, там, курьерские, еще какие-то. Но все равно само приложение, оно все еще для водителей. И это начинало очень сильно аффектить бизнес, потому что пак, внесенный в курьера, допустим, какая-то ошибка, она могла бы влиять на таксистов. И в обратную сторону. И чем больше бы исполнителей появлялось, тем сложнее было контролировать влияние разных исполнителей друг на друга. И это стояло, ну, это была основная задача, которую мы пытались решить, в том числе переменять ее структуру. К счастью, в тот момент как раз мы начали заниматься разработкой Flutter таксометра, то есть был только Android таксометр, и Flutter это был как бы сначала iOS таксометр, и потом уже превратился полноценно в кросс-платформе. Об этом есть отдельный рассказ наш, он вот здесь по ссылке на слайдах есть, когда у вас будет доступ к слайдам, сможете перейти посмотреть. В итоге мы прошли через несколько итераций разных, как мы проектировали вот эту структуру, тут может не вглядываться, это просто для истории. В итоге пришли к вот такой структуре. Давайте чуть подробнее на каждой части остановимся. Платформа и библиотеки. Это как раз таки та команда, в которой я нахожусь. Это такое SDK условное, и точка входа для приложения. То есть это набор функциональных возможностей, непродуктовых, в которых мы предоставляем уже нашим исполнителям. То есть исполнителям, в смысле разработчикам, которые пишут исполнители. Дальше идут, собственно, сами исполнители. Я специально рисовал так же, как я когда отображал, как бизнес выглядит, потому что сейчас они полностью изолированы друг от друга и не могут друг друга задеть. И при этом они пользуются возможностями платформы для того, чтобы реализовывать какие-то уже продуктовые фичи. Дальше идут фичи. Это синий, давайте наоборот, оранжевый. Оранжевые фичи – это те, которые переиспользуются разными исполнителями. И они в том числе могут как использовать возможность платформенные, так и не использовать эти возможности, если им, допустим, не нужно, или это какая-то небольшая продуктовая фича. И они подключаются к разным исполнителям. И их могут они также использовать. Причем не обязательно все, может какая-то только несколько исполнителей использовать. И синенькие фичи – это те, которые не нужны исполнителям, но нужны самому приложению. Так, например, у нас работает авторизация, регистрация, причем там несколько разных типов регистрации. Ну и само приложение – это как раз-таки такая связующее звено, которое все объединяет в себя и является как бы entry point. Ну я сказал, что entry point платформа. Да, платформа является как бы реализация entry point, а приложение – это то место, откуда этот entry point вызывается. Вот так выглядит в итоге вся структура финальная. И возможно, если вы там участвовали в разработке каких-то крупных проектов, приложений, вы в какой-то степени уже сталкивались, ну или проектировали похожие штуки, тут как бы нет какого-то rocket science, и мы ничего нового не изобрели, просто организовали как нам удобнее. Но у нас каждый раз возникал на протяжении всего процесса разработки, возникал вопрос, а где вот эта граница проходит между платформой и модулями исполнителями. И мы для себя сформулировали такое правило, что изначально платформа – это только функциональные возможности, только то, что мы должны предоставить, как ну некоторые системы, как тот же Android, допустим. То есть пуши, это там работа с картой, это может быть там сетевой слой и так далее, и так далее. Но ничего продуктового. Но при этом потом постепенно, то есть изначально это наша страна ответственности, но потом постепенно мы двигаемся в сторону захвата продуктовых вещей, которые общие для всех модулей исполнителей. Таким образом, получается, мы все больше и больше делаем общей кодовой базы, о которой не нужно заботиться разным исполнителям. Таким образом, я так не пытался на графике это отобразить, тоже на схеме, то, что мы постепенно забираем вот эти зоны ответственности, и таким образом общего кода становится больше, а разделенного кода меньше. Еще раз, у тебя структура, структура. И в итоге, таким образом, вот в нашем случае, мы избавились вот от этого множителя, потому что, ну да, все еще есть вот эти модулы исполнителей, но они, как бы, там минимально необходимое количество кода, только то, что продуктово необходимо для конкретного флоу. И дальше уже платформа все больше и больше превращается в общую кодовую базу. Что происходило вот здесь, кто помнит? Ну да, в этот момент стали появляться новые таргеты, новые каналы, куда нужно выкладывать приложения. И здесь мы поговорим про флейвер. Кто знает, что такое флейвер, поднимите руку. О, ага, хорошо, тогда давайте я чуть-чуть экскурс дам. Флейвер – это возможность на основе разных параметров собирать приложения по-разному. То есть это не в онтайме у вас меняется поведение приложения, а вы в момент сборки уже как-то по-разному собираетесь. Ну, там самый простой пример – это вы можете Application ID поменять в вашем приложении. То есть это будет то же самое приложение, но с другим Application ID, соответственно, оно будет опубликовано в другой канал, в Store. Вот, но там можно много разного накрутить. Сейчас чуть позже покажу. В чем проблема здесь в контексте с флатом? В нативах совершенно разные механизмы вот этого флейверинга. В Android совсем одним способом работает, в iOS и другим совсем способом, и они никак не пересекаются, их невозможно как-то к одному знаменателю привести, по крайней мере, простым способом. Неудобный доступ к параметрам флейверов из онтайна. То есть если вы хотите, например, в моменте уже работы приложения понять, какой вы сейчас флейвер, это не так просто сделать, если вы пользуетесь нативным флейверингом, потому что нужно как-то через канал, допустим, прокидывать это понимание. И в iOS практически невозможно обеспечить многомерность флейверов. Такая многомерность флейверов – это когда у вас несколько вот этих параметров, от которых зависит сборка, то там как бы они кратно множатся друг на друга, и в iOS это прям сильно больно поддерживать и реализовывать даже, потому что, не знаю, не приспособлено. И в итоге вот все эти пункты, да, существуют библиотеки, которые пытаются решать проблему флейверов, и несколько из этих пунктов могут решать, но не все три. И вы можете сказать, а как же DartDefines? Кто знает, какой DartDefines? Так, поднимите руку. Ну ладно. DartDefines – это возможность… Так, сейчас. Указывают параметры в момент, когда вы выполняете команду flutter run и flutter build тоже. То есть вы запускаете flutter build, указываете параметры, и эти параметры потом доступны вам в сборке. Вот DartDefines – это вот это. Но здесь, как и DartDefines, классные, но проблема в том, что вы нативную часть вашего приложения никак не сможете влиять на нативную часть вот этими параметрами, они доступны только в рандайме DartDefines. И вот классно было бы, если бы можно было с помощью DartDefines влиять все-таки на эти параметры нативной сборке. И мы как раз пошли по вот этому пути. Вот так выглядит схема. Она еще сложнее, чем предыдущая, но мы будем по чуть-чуть расходиться. Первая часть – это скрипт DartDefines. Среди него мы получаем вот эти параметры, они перечислены здесь сверху, три, в нашем случае их чуть больше, но я выбрал всего три. И на основе этих параметров мы уже формируем некоторый какой-то, ну, в хуже у нас получается доступ к этим параметрам на уровне DartData. Да, скрипт, вы как видите, он с расширением Dart, то есть это скрипт на DartData. Дальше мы используем, да, мы используем две высокоуровневые сущности, это application, ну, app и project. И вот в них мы передаем те параметры DartDefines, которые мы получили в момент выполнения скрипта. И это нам позволяет уже на более высоком уровне спроектировать те приложения, которые мы хотели бы иметь. То есть мы делаем наследника от app, и этот наследник, по сути, то приложение, в которое мы можем собраться. Сделали там пять наследников, вот наши пять приложений. И в каждом из этих app мы можем смотреть на DartDefines и принимать решение, а как конкретно вот это приложение сейчас можем собрать. Это релизная сборка, деважная сборка, это оттестинг, провод и так далее. Ну и да, тут немножко деталей того, как это реализовано. И с помощью вот этих двух сущностей мы можем, по сути, параметризировать любую часть сборки приложения. И там вот в конце список как раз-таки из нескольких примеров того, что мы можем параметризировать. Это и обиди, и подпись, и то, в какой стор, и какие-то урлы, может быть, зашить для разных типов и так далее. И вот пример того, как это выглядит в коде. Это на самом деле просто тортовый класс обычный. И вот пример, допустим, common-app. Тут мы можем указать путь до нашего main. И вы видите, что это просто тоже дата-класс, причем на фризде написанный. То есть это суперудобно, этим может, допустим, любой разработчик даже на торте этот скрипт корректировать или вносить приложение. Еще один пример project. И пример, допустим, iOS-ных параметров. Тут как раз-таки все iOS-специфик. Ну и в конце этот чип после выполнения этого скрипта мы получаем набор параметров уже в нативе. То есть у нас в Android с помощью плагина эти параметры формируются тоже в те же самые app-project. И в iOS с помощью xc-конфиг. То есть собирается xc-конфиг. В iOS, например, xc-конфиг выглядит вот так. Это просто набор plane-значений. А в Android это прям почти калька с классов, которые в торте у нас есть. И таким образом эти параметры мы можем иметь уже, собственно, да. Вся фишка в том, что мы эти параметры на этапе сборки можем иметь и подставлять в BuildGraddle, допустим. Вот. Вот так выглядит в итоге вся схема. Таким образом у нас теперь слот-флейверы централизованы в одном месте. Это вот этот setup, dart, define, скрипт и описание наших app-наследников. Доступ к параметрам назван тайма. То есть мы можем, так как этот dart-пакет, мы его также подключаем в наше приложение просто через pubs.me.au и используем уже эти параметры в рандайме в том числе. Это те же самые классы, тот же самый код, что и для сборки, металли сборки. Ну и отсутствие экспедиционального роста вот этого количества вариантов, потому что, по сути, это просто плоская структура из нескольких приложений, которые мы сами описали, внутри которых мы уже под параметром решаем, как это приложение собрать. Избавляемся от третьего множителя, про таргет. Остается два. Тут мы вспоминаем, что мы на треке Flutter. Я уже не буду задавать вопрос, вы знаете, о чем пойдет речь, потому что там ребята разделились на два приложения, но если бы они разделились на два приложения, если бы они писали на одном приложении, в смысле на Flutter, то это было бы одно приложение, а они бы писали в два раза быстрее. Мы все, конечно, знаем. Всем спасибо, все свободны. Очевидно, что нет. Экономия не в два раза. Но у вас больно тогда вопрос. Может, у кого есть идеи? Кто-то мерил? Это риторический, на самом деле, вопрос. Но я попытался померить, то есть хоть какую-то опорную точку взять. Давайте попробуем поискать коэффициент. Если не x2, то сколько? Первое, что я сделал, пытался посчитать, какая у нас вообще кодовая база написана на Дорте. И это вот в приложении библиотеки, в приложении 96% кодовая база на Дорте, в библиотеках меньше, это 3,4%, но по понятным причинам, потому что в библиотеках у вас плагины, в которых есть нативная часть, соответственно, там больше нативного кода. Суммарно это дает 93% кодовой базы на Дорте. Причем даже без учета кодового кода. Вот так. Но это на самом деле не самая хорошая метрика, потому что она не описывает процесс того, как разработка идет, то есть это некоторый конечный вариант. Хочется понять, а вот в разработках сколько это нам может сэкономить потенциально. И давайте заедим все изменения, для этого возьмем полреквест. И возьмем, что полреквест натив этот, если у вас есть какой-то диф в бабочках Android или iOS, тогда это считается нативным полреквестом, иначе это просто чистый дартовый полреквест. В нашем случае получилось вот такое распределение, как я это считал, я в конце приведу код, там будет реписторик, где, конечно, методология того, как это было посчитано, но результат вот такой, то есть 20% полреквестов мы делаем в нативе. А так все еще 82 флаттера. В смысле, ну, 2 флаттера. Этот параметр запоминаем, он нам пригодится. Давайте пойдем дальше. Представим, что нам нужно написать 2 приложения, некоторые такая абстрактный пример, и на каждое приложение по 100 полреквестов, допустим, нам нужно сделать. В итоге суммарно получается 200 полреквестов. Возьмем наш коэффициент, и таким образом у нас получается, что на флаттере нам придется 80% работы сделать один раз, и 20% работы два раза. В итоге получилось 120 полреквестов всего потребуется. Несложно посчитать, что если мы поделим 200 на 120, получается 1,67. Казалось бы, вот наш коэффициент, но все еще нет. Почему? Потому что на самом деле, вот там, где была единичка, это не единичка, это некоторый коэффициент. Ну, и у нас я чуть-чуть обобщил эту формулу. И почему это коэффициент? Потому что у флаттера есть две стороны на самом деле. Есть светлая сторона, когда этот коэффициент меньше единицы, это значит, что мы на флаттере быстрее разрабатываем, чем на другом каком-то фреймворке или технологии. И темная сторона, это когда, вот за счет того, что мы пишем на флаттере, мы пишем медленнее и сложнее как-то разрабатывать. Что это может быть? Это если мы интегрируем флаттер в натив. Это какие-то проблемы библиотеки или самого флаттера, или дата. Такое бывает. Мы с этим сталкивались. Dependency Hell, если у вас много зависимости, это тоже некоторая сложность с тем, чтобы менеджить их. Braid and Changes, потому что язык и фреймворк, они молодые, они, конечно, пытаются с этим бороться, но все еще, если вы разрабатывали последние несколько лет на флаттере, то вы наверняка сталкивались с теми же самыми миграциями на сейфте. И код-генерация, она просто сама по себе медленная, у нас ее достаточно много. Ну и светлая сторона тут, я думаю, так иначе, если мы с сталкивались с флаттером, вы знаете все эти преимущества, с которыми его хватит. Мы упростим немножко, возьмем коэффициент вот светлый и за единичку, а сложный, что больше единички вам. И посчитаем его. Тут сложная формула, просто как это в итоге все выводится, то, что для истории. В итоге финальная формула, она вот такая. Вот прям ее можно взять и по ней посчитать ваш коэффициент флаттера. И формула сама не так важна, важны параметры, из которых она собирается. Это вот процент нативных плодреквестов, количество вот этих сложных, специфичных плодреквестов, которые вам сложнее, и коэффициент, с которым вам сложнее это делать. То есть, допустим, вы там в пять раз дольше пишите, если такой кейс случился. На этом моменте, когда я делал прогон доклада, наш работитель разработки таксишной части Янтекс.Про, или я пирник, может быть, кто-то его знает, задал мне такой вопрос. Так у нас-то какой коэффициент флаттера? А я такой. А он такой. И я такой. Ну, я пошел узнаем как-нибудь. В итоге, да, я посчитал его. Как я это считал, опять же, будет тоже по ссылке в конце, как методология тут, потому что, чтобы не терять время. У нас получилось 5% вот таких вот сложных, специфичных флаттеров, даров, гейтсов и с коэффициентом 5,5. То есть, нам на них будет настолько больше ресурсов потребовалось тратис. И теперь это все можно привести уже к некоторому финальному значению, подставив формулу. И мы получаем 1,45, ну, примерно 1,5. Тут важная оговорка, что 1,5, скажите, 1,45 это не некоторое какое-то суперстрогое значение. Это скорее опорная точка, некоторая оценка, причем оценка скорее даже снизу, потому что у нас достаточно сложный вырожденный кейс, потому что у нас много работы с нативом, у нас много каких-то собственных разработок, которые нам нужно подключать к себе. Поэтому если вы делаете, допустим, меньше такого, и у вас, допустим, тонкий клиент, то у вас, скорее всего, этот коэффициент даже выше будет. Да, собственно, что значит эта цифра? Это во столько меньше полреквестов нужно команде разработки, чтобы делать то же самое количество работы. Вот. Ну или 33% меньше. В итоге мы избавились от последнего множителя, у нас получилась вот эта единичка заветная, и, как, собственно, у Колян с Диманом дела, они теперь разрабатывают все в одной команде, у них есть единый механизм сборки приложения, и они эту разработку делают в полтора раза эффективнее, чем если вы писали на двух нативах. И на этом месте мой доклад бы завершился, но есть бонусная часть. Я не придумал какую-нибудь картинку вставить. Собственно, в флешбеках. Когда я первый раз доклад докладывал, в зале, кажется, вот где-то в этой части, сидел наш продуктовый руководитель Яндекс.Про, и он слушал, он дождался, закончился доклад, он дождался своей очереди спросить вопрос, сказал, что круто, что мы переписали флаттер, ну, все на флаттер, а потом спросил. И я такой, ну, ладно, надо выяснить. В итоге, да, мы посчитали. Я не буду сейчас раскрывать, какой у нас результат получился, но я подумал, что классная идея рассказать это исследование в некотором обобщенном смысле, и сказать, а как же флаттер на деньги-то влияет бизнесом. Поэтому бонусная часть доклада, что по деньгам с флаттером. Флаттер влияет на стоимость разработки. Это суперочевидная вещь, которую, надеюсь, вы поняли из всего предыдущего доклада. Я пытался ее донести. Флаттер влияет на стоимость разработки. Но каким образом? Мы можем писать либо быстрее, то есть двигаться быстрее, либо можем разрабатывать больше, либо делать это экономнее. Какую дорожку выбрать? Сейчас посмотрим. Если наш продукт — это приложение, то нам хочется резать хосты. То есть чем эффективнее мы используем наши ресурсы, тем больше мы заработаем, продав приложение. Это применимо как раз, например, к аутсорсу. Заказная разработка. Но если мы продуктовая разработка, то мы готовы нести больше фиксированных хостов, потому что наше приложение, мы не приложение продаем, а мы продаем, точнее, приложение продает наши услуги. И, соответственно, чем больше фичей, которые приносят нам деньги в этом приложении, тем больше мы будем зарабатывать, причем кратно. Поэтому нет смысла экономить, допустим, ресурсы. Но есть смысл делать это быстрее и больше. Флаттер приносит деньги. Это такой слайд, я специально сделал таким, чтобы вы его прям сфоткали. Вот, да, ты правильно все делаешь. Если у вас есть какие-то там чатики, где вы кому-то доказываете, что флаттер нужен, или может быть ваш сокурсник делает супер стартап и упирается, не хочет его делать на флаттере, можете вот этот слайд скинуть ему, и сказали, вот смотри, флаттер деньги приносит. Таким образом, давайте такой вымышленный пример попробуем провести. У нас есть команда Android разработки, точнее, Android iOS разработки по 5 человек. Есть команда флаттер разработки 10 человек. Суммарно, каждая команда, они как бы равны по количеству людей. Первая команда разрабатывает 3 месяца одну фичу, а вторая команда 2 месяца одну фичу. Мы этот вывод делаем на основе вычисленных наших значений, коэффициента 1,5. Начнем строить график. Я вот один раз уже пробовал этот график построить по шагам, получается скучно, поэтому давайте я его весь сразу отстрою и объясню. Вот отсечки — это то, когда появляется фича в той или иной команде. Серый — это Android iOS, синяка — это флаттер. Мы видим, что в какой-то момент в середине года у нас флаттер на одну фичу начинает обгонять Android и iOS команду, а к концу года начинает обгонять на 2 фичи. На самом деле они разработали 6 фичей, Android iOS разработал 4 фичи, соответственно, и флотно. То есть это бьется с коэффициентом 1,5. Что стропники показывают? Это прибыль, которую мы делаем, которую наша компания делает в месяц. То есть каждая фича нам потенциально приносит какие-то дополнительные денежки. И вот это некоторые в каких-то условных единицах прибыль, на которую заработок нашей компании увеличивается. Но самое интересное — посмотреть на совокупную прибыль. Это вот уже сложные все вот эти вот заработанные деньги. И мы видим, что вот в моем вот этом вымышленном примере у нас получилось на 15% денежек больше заработать. Тут ни в коем случае не берите эту цифру 15, как вот типа что вот 15, флотно зарабатывает на 15% больше. Это скорее некоторое опорное значение, чтобы просто показать то, как связана разработка на флотно с конечными деньгами. Понятно, что в реальной разработке это сильно сложнее, это не настолько упрощенно, как я сейчас описал. Но итоговая суть она такая, что у вас фичи разрабатываются быстрее, у вас появляется больше при том же количестве людей. Да, вы могли бы, допустим, сэкономить на людях, но, как я и писал, это выгодно, допустим, в заказной разработке, но в продуктовой лучше иметь там большую команду, которая деливерит много фичей, и, соответственно, бизнес начинает на этих фичах зарабатывать больше. А еще, что полезного флотно приносит, чего я еще не доизмерял, это одновременные релизы на обе операционные системы, это идентичный дизайн в фигме и в моде, это тестирование и автотестирование на обеих операционных системах, не нужно под разные операционные все тестировать, и проще коммуницировать с одной командой разработки, чем как-то пытаться донести то, что вы хотите сделать до разных команд разработки. Но об этом, обо всем, я расскажу в следующем докладе, надеюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, про лайки и колокольчики шутка, про канал не шутка, у меня тоже, как у всех здесь, кажется, есть канал в Телеграме. Подписывайтесь. Все, это конец. Спасибо большое. Ссылка на видео. Теперь вопросы. Да, вопросы. Ну, во-первых, огромное спасибо за прекрасный доклад. Спасибо. Во-первых, я тоже искал тот самый флазер-коэффициент. Спасибо. У меня получилось примерно такой же. Уже как бы есть какая-то корреляция, да? Вопрос такой. В предыдущем докладе у нас была такая ремарка, когда заказчик просил, поэтому сделали более быстрым способом. В продуктовой разработке у вас была возможность, вы этим путем пошли. Вы от условного моделита, которым было приложение таксометром, сделали ту систему, которая у вас сейчас есть. Сколько календарно и какой команды, ну, грубо говоря, сколько в человека часах получилось вот это вот видео. Это как раз то, о чем я не рассказал, когда про покупаемость. Но давай я коротко скажу. На самом деле, ну, кстати, это можно было даже отследить по нашим некоторым публичным докладам, ну, вот этот процесс, по которому мы шли. Суммарно это заняло около года, но тут надо понимать, что это не весь год мы переписывали вообще, ни на что больше не откладывали, не тратя время. А это было совместно с написанием новых фичей. То есть какая-то часть переписыванием занималась, какая-то часть добавляла уже новые фичи. И плюс мы, ну, в начале этого пути мы спроектировали какое-то время. То есть, ну, суммарно это где-то год. Вот моменты, когда мы начали, ну, не совсем смотря, какой таймлайн тебя интересует. То есть у нас уже было приложение на Flutter, но потом было принято решение, что мы вот все, мы переписываем, мы идем в эту сторону. И вот с этого момента прошел где-то год. То есть до этого год Flutter писался уже, то есть это не прям смыль, да? А команда? Команда на разных этапах была разная. Сначала поменьше, потом побольше. В конце это, по-моему, больше 50 человек. В начале это поменьше было. Где-то начинали, может, с 13-13. Ну, то есть условно 25 человек или нет? Ты быстро посчитал, наверное. Спасибо. Ну, окупается достаточно быстро, если считается в экономике потом. А у меня есть к вам немного прогасован вопрос. О, давай, люблю такие. Вы разочаруете. Трис или я еще? Трис, наверное. О-о-о-о-о-о-о! Это заявочка на кружку, да? Еще вопросы? Главное душниво просят. Главное душниво не обозначено. Вопрос от коллег. Когда Яндекс планирует выпустить официальную библиотеку под Ниндекс-карты? У нас она уже есть. Неофициальная библиотека. Нет ответа на этот вопрос. В смысле, я не знаю. Ну, проблема в том, что всегда есть более приоритетные вещи. Да вы как? Неужели вы не официально пользуетесь? Нет, нет, нет. В смысле, у нас есть своя собственная библиотека. Но когда эти люди? Просто, ну, я думаю, ты сам прекрасно понимаешь, что публикация в опенсорсов это некоторый достаточно нетривиальный процесс. Даже не в смысле бюрократическом, а в смысле, что тебе нужно привести код в порядок. В смысле, сейчас. Оуэнеры этого кода, они там прекрасно понимают, что вообще, как это работает. И нет документации, допустим, на него. Ее нужно писать. Плюс какие-то процессные вот эти всякие штуки, что там это должно быть все... А общество подключить? Чтобы подключить сообщество, надо сначала это сделать опенсорсно, чтобы... Так вы выкиньте в гид хотя бы. Не обязательно это делать сразу в Погдеф, а хотя бы сделайте код в гид. И привлеките людей. Наверняка найдется огромное количество разработчиков. Потому что та боль, которая испытывается на то, не официально, является ей патушеской. Вопросы, короче, этот вопрос часто всплывает. Мы о нем постоянно думаем. Выкиньте код в гид. Я тебе ничего обещать не буду. Нет, мы тебя сейчас третим в угол. Все официально запроси. Спасибо за вопрос. Спасибо за доклад. Вопрос немного на перспективу. Мы поняли, что с точки зрения Платтерова интереснее писать как на бизнес-атаке для команды разработчиков. И вопрос, а в будущем флотеристы будут вытеснять таким образом Android и iOS-казакобойчиках антропишный плат для разной платформы? Только они уже вытесняют. Ну, как бы, ответ, если отвечать прямо на твой вопрос, да, будут. Если ответственный вопрос, вытеснит ли совсем флотер, то нет, нет, не вытеснит. Это в любом случае будет, типа, раздел рынка. Кто-то будет писать все еще Android и iOS. Причем, ну, есть кейсы, когда действительно Android и iOS использовать логичнее, потому что, ну, там, та же самая использование нативных каких-то возможностей. Да, на флотер это все можно сделать, но если там нужен какой-нибудь прям сильно глубокий, ну, типа, слой работы с системой, то флотер это будет просто сильно сложнее на флотере реализовать, и еще и поддержку потом. Поэтому, типа, есть кейсы, когда Android и iOS все еще в силе их можно использовать. Вот, есть просто, там, те же самые, ну, типа, есть приложения, которые хотят сплюсти вот этот блок-н-фил, допустим, iOS-ный, то есть флотер. Я не знаю, я не чувствую этой разницы, в смысле, я на андроиде сижу, но я знаю людей, которые там могут по скроллу отличить iOS, написанное ли это нативно, или на флотере, и вот для них лук-н-фил важен, и приложения есть, для которых это важно, и они тоже останутся на нативе. Вот, поэтому флотер захватывает потихоньку свою долю рынка, но полностью захватить ее не сможет, тем более, что там появляются другие игроки, типа, как, вот в мультиплатформе, тоже сильная технология, которая в будущем может свою часть откусить. Вот, какое-то. Хорошо, спасибо. Спасибо за доклад. Расскажи, пожалуйста, как вы внедряли флотер, вы уже готовы на нативное приложение, то есть вы, ну, то есть, переезд не мгновенный, и у вас есть, соответственно, ну, ладно, не два репозитория, мы знаем, что я так живет в Монорепе, но две папочки внутри Монорепы, и теперь вам нужно, чтобы это собиралось под флотер. Вы что делали? Переносили это внутрь, ну, типа, создавали флотер-проекты, там переносили уже существующий код в папочки iOS и Android, что, фиш и гейм? Да, хороший вопрос, у меня ответ состоит из двух частей. Первая часть, ничего не делали, просто начали писать заново, и вот так, то есть, как я уже упомянул, у нас сначала было андроидное приложение, и iOS-ного в принципе не было, и потом мы стали писать, получается, iOS-ное приложение, но сразу на флатры, то есть это было написание приложения с нуля, то есть мы не пытались заместить Android, мы потом просто в какой-то момент от него совсем отказались и перешли на флотер. Вот, поэтому первый ответ такой, что мы просто писали приложение сначала, мы не ставились. Вторая часть ответа другая, потому что у нас все-таки были попытки встроиться в нативное приложение, это делалось, ну, на самом деле, там, стандартным способом, который описан документацией, делается, как там, в фэд. короче, библиотека, которая в себя собирает фреймворк и наш код, встраивается в андроид, ну, боюсь, мы не встраивались, потому что у нас его не было, и потом, получается, запускается Android в рантайме, и мы начинаем общаться с Android по каналам, и там как-то обмениваться информацией, открывать наши экраны и так далее. Ну, вот, я сейчас прям конкретно шагите не назову, это там на отдельный доклад, наверное, история, но эти попытки были, и к чему я иду? К тому, что они достаточно тяжело проходили, потому что там есть много подводных камней при встраивании, которые не так очевидны, на первый взгляд, там, и, допустим, с взаимодействием, если мы пытаемся вьюхи встраивать, они сами, неполные экраны, начинают возникать проблемы. Если мы пытаемся, там, открывать, допустим, клавиатуру, ведь когда у нас там куда-то надо в охлата вводить, там тоже возникают проблемы. Плюс данные туда-сюда по каналам гонять, это тоже, там, надо заморочиться, придумать, как это делать правильно. Короче, проблем много достаточно, поэтому мы в какой-то момент отказались от этой идеи, то есть у нас учет уже был встроен, но мы решили, что дальше мы не будем встроиться. Вот, такие два ответа. Если продолжать вопрос, то есть в какой-то момент, если мы решили сэкономить, то есть мы должны отказаться от всего того кода, что мы написали уже нативно, и писать этот же код получается на Flutter, причем в это же время поддерживая нативную реализацию, до тех пор, пока мы не релизим Flutter версию. Скорее, да, и это как раз-таки, наверное, самый важный блокер для тех компаний, у которых уже есть нативные приложения. Но при этом нужно смотреть на само приложение. Опять же, если это ближе к тонкому клиенту, то будет сильно проще. Если это что-то, как у нас, то там сложнее. Спасибо большое. Здравствуйте, у меня есть такой вопрос. Ну, какие меры можно принять для снижения возникновения ошибок, допустим, при разработке, там уже несколько этапов проходит, ну, и как ускорить процесс их исправления? Тут там на отдельный доклад какой-то рассказ. Ну, на каждом этапе есть несколько способов валидации, есть ли ошибки или нет. Начиная вот, ну, если уж совсем глубину брать, то начиная от того момента, когда ты пишешь код, и у тебя в этот момент есть проверки того, что ты пишешь, то же самое проверка линтером, она уже установлена, это опять все какие-то ошибки. Дальше идет автотест написать, дальше идет интеграционный тест написать, но у тебя уже есть, ну, некоторые, типа, сборки, тебе нужно посмотреть, как работает тот или иной флоу этой сборки. Дальше вручное тестирование, дальше бета-версия, ну, или там альфа-экспериментальная, как хочешь ее назови, когда у тебя пользователи, по сути, являются проверяющими. И вот на каждом из этих этапов у тебя будет отсеиваться какая-то часть проблем. если каждый из этих этапов настроить автоматизированно, ну, наиболее автоматизированно и совокупно, чтобы это была такая цепочка, байплайн, то по итогу ты избавишься к тому моменту, когда у тебя сборка попадет на конечных пользователей, у тебя, скорее всего, большая часть багов уйдет. Вот. Не знаю, я вообще-то правильно ответил, или, может, что-то другое назвать. Ну, а как вы повышаете, ну, командную работу для разработки приложений? Потому что это вам много, наверное, влияет на, ну, оптимизацию. Ты имеешь в виду именно в коммуникационном смысле, как вы... Ну, да, командная же. И командой работаете? Ну, да, да. Сейчас я подумаю. Блин, наверное, нет у меня прям однозначно какого-то ответа. То есть тут надо вдаваться уже в какую-то софтовую бы такую часть, скорее, не связанную с флаттером. Ну, не так, вот. Две, два ответа. Первая часть, это не связанная с флаттером, это софтовая часть, когда нам нужно оптимизировать именно процессы командные, там, как команды между собой взаимодействуют, какие-то общие встречи, или что-то такое. Техническая часть, которая связана с флаттером, это как раз вот та структура, которую я показывал. То есть организовать структуру, таким образом, чтобы она отражала то, как это в бизнесе устроено, ну, типа, как команда разработки устроена в бизнесе. Потому что в нашем случае эта структура, она похожа на то, как команда выглядит. То есть это команды отдельных модулей исполнителей, команда SDK и команда каких-то фичей. Вот. За счет структуры, короче, приложения. Все. Спасибо за ответ. Наверное, последний вопрос, если у кого-то есть, в том, что время кончилось. Да, спасибо. Вопрос такой, про как раз коэффициент сравнения флаттера с нативом. Только сравнить флаттер как раз с KM&M. Как ты думаешь, ну, если такое сравнение ты не делал, как ты думаешь, что в какую сторону такой коэффициент будет расти или падать? И, ну, в общем, сделать просто сравнение. Да. Хороший вопрос. Я думаю, что глобально KM&M, он, ну, так как он тоже платформенный, он об этом уже. То есть там в любом случае будет коэффициент, понижающий относительно нативные разработки 100%. Но она относительно флаттера. Мне кажется, есть два этапа, который пройдет KM&M. Первый этап, на котором он сейчас находится, когда ты можешь писать кроссплатформенно, но только бизнес-логику. Соответственно, UI-часть у тебя все еще приходится писать на блоу-платформе, соответственно, коэффициент будет ниже, чем в флаттере. Как только метод KM&M под кроссплатформу выйдет в стабильное состояние, и этим можно будет прям полноценно пользоваться в броде, я, если честно, не пробовал, но по озвам слышал, что пока еще недостаточно методов для лекшена. И как только он, в принципе, в это состояние выйдет, я думаю, что коэффициенты будут прям склижаться очень быстро и они будут почти идентичные. Такой данный ответ. Спасибо. Спасибо всем за доклад. Похлопаем.